Знакомый прослушал записи кассет с вашим обращением и беседу с бактистами, с отцом Геннадием Фасом, и назвал вас экстремистом, сравнив вас с Лениным. Сказал, что у вас общие идеи. Что бы вы могли ему ответить? Отвечает Игнатий Тихонович Кладкин. Экстремист? Слово латинское. Это человек, придерживающийся крайних взглядов, сторонних крайних мер. Мне очень приятно, что ваш знакомый дал такой прекрасный отзыв обо мне. Он понял все совершенно правильно. Край наступает там, когда кончается все. Это как раз то, к чему призывает Христос. Марка 12.33. И любить его всем сердцем, и всем умом, и всею душою, и всею крепостью, и любить ближнего, как самого себя. Есть больше всех всесожжений и жертв. Филиппийцам 3.8. Да и все почитаю тщетую ради превосходства в познаниях Христа Иисуса, Господа моего. Для него я от всего отказался, и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа. Мне нравится слово «фанатик», даже больше, чем «экстремист». Это только идет до края, а фанатик умирает, переходя край. Лука 14.26. Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой в жизни своей, тот не может быть моим учеником. Все пророки, все апостолы, подвижники, мученики, исповедники, и все святые до единого были экстремистами и даже фанатиками. Я учился у них, они мои духовники уже 40 лет. Современные священники не экстремисты и не фанатики, они теплохладные, крвелые, рыхлые. Откровение 3.15.16. Знаю твои дела, ты не холоден, не горячий. О, если бы ты был холоден или горячий, но как ты теплый, а не горячий, не холоден, то извергну тебя из уст моих. Откровение 2.10. Не бойся ничего, что тебе надо много будет претерпеть. Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. У нас с Лениным общие идеи, а у меня идей как раз никаких и нет. У меня все реальное, даже более ощутимое и более живое, чем реальность. Это мой Христос. Благодать Духа Святого и живое Слово живого Бога. 1 Иоанна 5.20. Знаем так же, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум. Допознаем Бога истинного и добудем в истинном Сыне Его, Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная. Филиппийцам 1.20. При уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то, или смертью. Евреям 3.14. Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Филиппийцам 1.21. Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова